Крути баранку шофер! Ко дню автомобилиста учащиеся автоколледжа соревновались в скорости и технике вождения. Какими навыками должен обладать профессиональный водитель, расскажет Евгений Юшковский. Древо тщеславия или древо памяти. Ближе к свету и привидения в Бобруйске. Свежие выпуски газет уже в продаже. Материалы до выхода в печать успела изучить Елена Садовская. Тяжелые последствия легкого наркотика. Бобруйская пенсионерка хранила дома 80 килограмм на свая. В тонкостях административного наказания разбиралась Ангелина Декун. 11 дней учащиеся автоколледжа демонстрировали свои умения в вождении, проводили диагностику автомобиля, а также сдавали теорию по ПДД. На ежегодном конкурсе «Лучший водитель. Определены лучшие». С победителями пообщался Евгений Юшковский. Уже три года Евгений Кукриш держит в руках баранку автомобиля. Машины полюбил с детства, поэтому после девятого класса пошел учиться в автотранспортный колледж. Сдал на права досрочно. Сегодня он студент третьего курса. В конкурсе принимал участие впервые. Был быстрее и техничнее своих однокурсников на грузовом автомобиле «МАЗ». Трудностей как таковых не было, получается. Программу прошел, когда учился на цикоте. Так все понятно. Опыт немножко есть. Ну а так. Главное – время. 11 дней студенты проявляли свои теоретические знания на практике в трех номинациях. Лучший водитель легкового автомобиля, грузовика и техник-механик. Последние выполняли семь нормативов, начиная от замены шин до ремонта двигателей. Каждый элемент оценивался по бальной системе. В номинации «Лучший техник-механик» участвовало более 20 учащихся колледжа. Каждый должен знать в совершенстве устройства автомобиля, диагностику транспортного средства, а также методы ремонта автомобиля как отечественного, так и зарубежного производства. После соревнований награждение – грамоты, денежные призы и праздничный концерт. В этом году было не главное участие, а было девиз у многих главная победа. Они стремились победить. Это было очень приятно, потому что в этом тогда ракурсе совершенно другие соревнования происходят в другом виде, потому что это интереснее, это более зрелищно. Для того, чтобы удержать ведущие позиции, в колледже постоянно совершенствуется структура образовательного процесса. Повышается качество подготовки специалистов. По специальности автослесарей мы выпускаем слесарей 5-го разряда, которые могут работать на любой станции технического обслуживания, осуществлять компьютерную диагностику автомобилей брендовых, западных, а также отечественных, и осуществлять ремонт этих же автомобилей. Уже через полгода сегодняшние конкурсанты самостоятельно войдут в мастерские и возьмут на себя большую ответственность. От их ремонта в конечном итоге будет зависеть жизнь автовладельца. Евгений Юшковский и Дмитрий Шевцов сегодня в Бобруйске. Крупную партию на свае хозяйка хранила в картонных коробках, пластиковых бутылках и мисках. Сама расфасовывала и сама продавала. Свыше 320 различных объектов, уже приготовленных для распространения, то есть уже в фасовывочном виде. Общий вес изъятого на свае составил свыше 80 килограмм. Одна доза в 10 граммов стоит 10 тысяч. За 80 килограммов пенсионерка могла бы получить порядка 80 миллионов, но не успела. Сегодня ей грозит не уголовная ответственность за хранение и распространение наркотиков, а административное наказание в виде штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность. Всего 9 миллионов белорусских рублей. Древо тщеслави или древо памяти? У бобручан появилась возможность найти свои корни. Это важно, просто может быть не всегда мы это понимали. Ну и хорошо, что сейчас это понимание приходит. В свежем выпуске газеты «Вечерний Бобруйск» читатели узнают, как правильно вырасти свое генеалогическое древо, кто и где в этом поможет бобручанам и что даст знание своего прошлого. Еще из других материалов журналистов «Вечерний Бобруйск» вы узнаете. О зверствах фашистов в оккупированном Бобруйске, что покажут на фестивале национальной драматургии и как в городе обследоваться на магнитно-резонансном томографе. Ближе к свету. Как выглядит график работы уличного освещения зимой? Где появятся новые светильники? И как сами бобручане могут сделать свою жизнь ярче? Об этом в свежем выпуске могут узнать читатели коммерческого. А из других материалов газет вы узнаете, от чего может умереть ваш любимый питомец, когда будет установлен светофор на оживленной улице и как просто добраться до первой поликлиники. Привидения из общежития. Четко-нечетко, но различимые очертания мужчины. Без имени и без официальной прописки, но требует освободить комнату. Необычное явление в одном из городских общежитий. Бобруйская семья ищет спасение в церкви. Чем так напуганы и что говорят жильцы дома, продолжение читайте в статье. А из других материалов газеты вы узнаете, кто спасает Бобруйские дворы, о чем расскажет капля крови и как не опустить руки в трудной ситуации. Победа по всем статьям над футболистами мозорской славии. Футбольный клуб Белшина поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. До окончания первенства осталось три тура. О победе и красивой игре Виталий Гаврусев. Красно-черные ехали в Мозырь только за победой. Уже на десятой минуте Багунов на своей половине поля словно фишки обошел нескольких соперников и с линией штрафной поразил левую от Рамуника девятку. Через две минуты Шрамченко ворвался в штрафную и прострелил. Багунов, находясь в гордом одиночестве, до дальней штанги без проблем переправил мяч ворота и оформил дубль. На тридцать седьмой минуте рожок в пяти метрах от штрафной заработал стандарт и фирменным ударом левой уложил мяч в притирку со штангой. Три ноль. После перерыва в характере игры радикальных изменений не произошло. А уже на пятьдесят восьмой минуте бобручане забили четвертый гол. Плосконный с правого фланга навесил штрафную, а Сквернюк одним касанием переправил мяч в ворота. Лишь только под занавес встречи хозяева поля все же забили гол престижа. Очень важная победа Белшины. Поражение могло исключить бобручан из числа реальных претендентов на призовые места. Концовка чемпионата обещает быть для красно-черных напряженной. В ближайшую субботу под обечиной Александра Сиднева у себя дома будут принимать прямых конкурентов за бронзу футболистов футбольного клуба «Минск». 31 октября бобручане наведаются в столицу, где сразятся с местными «Динамовцами». В последнем туре 8 ноября на стадионе «Спартак» состоится игра с Микошевичским гранитом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова